Данная история связана с торговлей и обменом товарами, которые были важны для экономики и процветания государства. Но и в наши дни торговля — это важнейший элемент экономики. Ну а если вы хотите еще и сэкономить, то самое время заглянуть на пупер-распродажу на Озон. Легендарный маркетплейс представляет распродажу, покупать на которой не просто приятно, а супер-пупер приятно. Пупер-распродажа упакована как надо, скидки до 70% на самые популярные категории товаров. От одежды до электроники, а с Озон-картой распродажа еще выгодней. Цены при оплате Озон-карты подсвечиваются зеленой плашкой. Оформить ее просто и быстро, буквально в пару кликов, онлайн. Пупер-распродажа пройдет с 25 февраля по 4 марта, так что у вас еще есть время успеть оформить Озон-карту и получить максимальное удовольствие от покупок. Все подробности по ссылке в описании. Ледниковый период – это не только белки и их охота на орехи. Это еще и одно из самых суровых испытаний человеческой расы. Тысячи лет ледники доходили до экватора. Большая часть планеты представляла из себя сухую пустыню, а из еды в основном были камни. Ну а наши предки умудрились не только выжить, но и увеличить объем мозга, приобретя во время ледникового периода характеристики, помогающие нам выживать и по сей день. Как выглядела жизнь в эту суровую эпоху? Устраивайтесь поудобнее, друзья, сейчас мы все расскажем. И поможет нам в этом наш традиционный герой – Михаил Мудрик. На дворе где-то 16-тысячный год до нашей эры, и живет наш Мудрик на территории современной Франции. Тот самый ледниковый период в самом разгаре, и для начала разберемся, что это вообще такое и почему он тот самый. Сейчас нам известно климат на нашей планете изменчив. Но буквально лет 200 назад эта фраза звучала как нонсенс, когда в 1837 году Луи Агассис опубликовал доклад под названием «Теория ледников», заявив, что эпохи глобального похолодания чередуются с эпохами глобального потепления, его подняли на смех. К примеру, Уильям Томпсон Кельвин, в честь которого названы градусы Кельвина, научно рассчитал возраст Земли где-то от 20 до 100 миллионов лет. А в уважаемом сообществе господствовала теория о том, что Земля медленно, планомерно остывает. Ну а кости теплолюбивых животных, найденные в северном полушарии, и следы ледников ближе к экватору, называли теориями заговора и предлагали надеть на головы шапочки. Чуть позже, как и всегда, ученые на лету переобулись. Теперь мы четко знаем, что ледниковые эры повторяются с неравномерной периодичностью. И прямо сейчас мы живем в одной из них. Нам просто повезло сразу в трех моментах. Земля, во-первых, исторически чаще холодная, чем теплая, как сейчас. Во-вторых, межледниковые эпохи, в одной из которых мы в данный момент живем, длятся всего несколько десятков тысяч лет, в то время как ледниковые – около сотни. Ну а в третьих, межледниковых эпох в целом меньше, чем ледниковых. Если точнее, соотношение составляет 8 к 2. Где 8 – это очень холодно, и ледники заходят чуть ли не на юг Европы, а 2 – это плюс-минус современный климат. В общем, человечество сорвало джекпот относительно среднеисторического климата. У нашего Мудрика дела были тяжелее. Он живет на излете последней ледниковой эпохи. Ее еще называют «валдайским оледенением». Началось оно чуть больше 100 тысяч лет назад и закончилось где-то 12 тысяч лет назад. То, что первые крупные города и цивилизации тоже начали появляться около 12 тысяч лет назад – не совпадение, а, скорее всего, невидимая рука климата. Ведь во времена Мудрика вечная мерзлота доходила до юга Франции и даже севера Индии. Да и там, куда льды не дотягивались, легче жизни не становилось. Потому что лед – это внезапно замерзшая вода. А когда большая часть воды на Земле находится в замерзшем виде, дождя дождаться проблематично. Засушливые саванны превратились даже тропические леса Амазонии, которые в неизменном виде держались аж со времен динозавров, впитали ледники и море, уровень которого по планете снизился на 120 метров. Это связало Северную Америку с Евразией мостиком на месте современного Берингового пролива. Более суетливые сородичи нашего Мудрика кабанчиком метнулись покорять Америку, придя в которую шли на юг, оседали и становились предками будущих ацтеков. Вместе с ними туда же пошли мамонты с бизонами, а в обратную сторону – патриоты. И так в Евразии появились волки, лошади и, к примеру, верблюды. Но нас интересуют люди. С первого взгляда кажется, что жили они в аду. Однако на деле дела у нашего Мудрика не так уж и плохи. А причина тому – тундра-степь. Интуитивно кажется, что видел наш Михаил 18 тысяч лет назад перед собой один лед. В реальности даже современная тундра где-нибудь под Салихардом – не лучшая аналогия. Гораздо более ближе будет представить африканскую саванну с немного другой растительностью, но такими же травяными полями и елками вместо эвкалиптов. Тундра-степи в ледниковый период чувствовали себя весьма неплохо, ведь помимо дождей тяжело было и со снегом. И несмотря на холод, трава росла даже зимой, являясь отличным кормом для визитной карточки ледникового периода – мамонтов. Они, в свою очередь, кормом являлись для самого опасного хищника той эпохи – человека. Люди вроде нашего Мудрика жили небольшими племенами, до организации крупных поселений было еще далеко. Хотя бы потому, что имелись заботы и более приземленные – как выжить, что поесть и где переночевать. За сушливый климат на 6 градусов холоднее текущего, огромные животные, на которых нужно как-то охотиться, постоянная смена жилья из-за того, что все ягодки в округе уже собрали – задач человеку ледникового периода природа ставила множество. И тогдашние наши предки решали их самым что ни на есть творческим подходом. Диета североамериканских аборигенов, к примеру, на 80-90% состояла из буйволов и бизонов. Из них же делали одежду и орудия труда. А чтобы умертвить махину весом в тонну, аборигены придумали изящный способ. Они находили пастбище буйволов с обрывом неподалеку. Углубляли яму, раскладывая на дне острые предметы. А потом надевали одного из охотников в шкуру теленка и заставляли привлекать внимание стада криком. Когда стада начинало двигаться к обрыву, из укрытий выбирались другие охотники, наводя суету. Испуганные криком и резкими движениями, животные просто сбегали с обрыва в пропасть. Разбивались насмерть и становились добычей племени. В Канаде, к примеру, подобный 11-метровый обрыв ЮНЕСКО внесло в список объектов всемирного наследия. Эскимосы питались огромными северными оленями. И чтоб не тянуть тушу десятки километров до стоянки племени, они сначала оленей ранили. А потом, имитируя поведение волчьей стаи, гнали до реки. Где убивали, грузили на лодку и спокойно плыли домой. Подобные изящные техники охоты идиоты не придумают. И закономерно мозг людей эпохи ледникового периода был на 10-15% больше наших с вами мозгов. Вообще, буквально до 2021 года считалось, что мозг начал уменьшаться как раз когда на Земле потеплело. И люди перестали ежедневно играть в королевскую битву на выживание. Но два года назад в университете Бостона, изучив мировую коллекцию останков людей, пришли к еще более обидному для нас выводу. Средний объем мозга уменьшился всего-то 3000 лет назад. То есть, по историческим меркам, совсем недавно. Стоит, конечно, уточнить, что большой мозг не означает, что наш мудрик и его ровесники были гениями с IQ равным 300. Это скорее означает, что они лучше ориентировались на местности, играли с животными в 5D шахматы, составляя жестокие планы и планировали жизнь племени на месяцы вперед. Что действительно требовалось. Ведь один мамонт, к примеру, мог обеспечить коммуну из 10 человек едой чуть ли не на год. Просто нужно было распланировать, какое мясо пустить в заморозку, какое приготовить, какое сделать вяленым, ну и все в таком духе. Накиньте сюда постоянные путешествия и получится целое уравнение, которое не сравнить с нашим походом в магазин по бумажке. Дал большой мозг нашему мудрику и побочный эффект в виде любопытства и творчества. Все вы в курсе наскальных рисунков, отпечатков ладоней и прочих попыток людей ледникового периода в самовыражении. Только вот не все в курсе, что совершалось это часто спонтанно и даже близко не в пещерах, где эти люди жили. Яркий пример события в пещере Базура на севере Италии. В 2019 году ученые, благодаря следам и отпечатку ладоней, провели детальнейшую реконструкцию того, что происходило в той пещере 14 тысяч лет назад. В один прекрасный день, туда освещая себя путь факелами, из сосны зашли пять человек. Два взрослых и три ребенка. Старшему из них 11, а младшему всего три года. Спереди шел взрослый мужчина, а малыш находился в хвосте. Вместе с семьей путешествовала и собака неизвестной породы. Пройдя 150 метров вглубь, группа обнаружила, что дальше потолок сужается и коридор превращается в туннель высотой 80 сантиметров. Эта семью не остановила. Они полезли внутрь на четвереньках, причем старший периодически останавливался и, видимо, оценивал опасность пути. Не остановил команду даже небольшой пруд, грязь которого прекрасно сохранила следы до современности. Преодолев его, семья нашла большой зал с красивыми сталагмитами. И началась вакханалия. Взрослые оставляли на потолке отпечатки рук с помощью угля. Дети рылись в глине и щупали сталагмиты. Длилась это пару минут. А потом группа просто развернулась и ушла, больше в эту пещеру не заглядывая. Что это вообще было? Есть у археологов внутренний мем. Он заключается в том, что если не можешь объяснить назначение предмета или процедуры, называй все ритуалом. Якобы семья совершала какую-то церемонию, связанную с богами или верованиями. Но более современные ученые сходятся ко мнению, что таким образом группа просто развлекалась. И возможно речь о банальном хобби ледникового периода, корни которого опять же лежат в здоровенных мозгах, требующих познания всего вокруг. Сейчас историки потихоньку уходят от предрассудков о том, что все в жизни древних людей подчинялось ритуалам. На смену приходит более приземленный подход. Логично предполагающие, что люди и в те времена были людьми и иногда делали что попало без каких-либо четких планов. Предрассудки потихоньку смывают из детей, которых столетиями считали бесполезным придатком ко взрослым. В реальности во времена нашего мудрика дети составляли половину населения планеты. Сейчас эта цифра составляет 25%. И понятно, что такая орава пусть и маленьких, но человеков должна была принимать участие в жизни племени. Это действительно так. Свежие находки намекают, что дети ледникового периода помогали взрослым в изготовлении орудий труда и охоты, могли метнуться, пособирать ягоды, в весьма юном возрасте посещали охоту, чтобы набраться опыта и подготовиться к будущему. Судя по тому, что мы сейчас имеем, у них получилось. Во времена ледникового периода население Земли не превышало пары миллионов человек. Когда лед где-то 14 тысяч лет назад окончательно отступил, цифра начала расти взрывными темпами, составив к началу нашей эры уже где-то пару сотен миллионов. Природа отпустила с шеи Homo sapiens ледяную хватку. Но судя по тому, что творится вокруг, подарка мы не оценили. До новых встреч, друзья!